МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елизавета Врещагина. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные новости региона. Сегодня в выпуске. Даже проезжая по Чернянке, заметно видно, насколько аккуратнее. Чисто там, где получают новую технику. Как губернаторская программа помогает коммунальщикам в их нелегком труде. То есть это облучение с миллиметровой дуночной студии. Новое оборудование и методики. Какие результаты показывает белгородский онкодиспансер? Молодец! Понравилось? Давай еще раз. В разгар лета белгородцы все чаще выбираются на пляж. Какие из них подойдут для семейного отдыха, а какие для молодежи? Настроить. Прекрасный. Погода замечательная. Футболка цвета страсти и экспрессии. Помогло ли это одолеть команду соперника? Белгородские журналисты схлестнулись на футбольном поле со сборной госавтоинспекции. Кто победил? В Белгородской области приступили к уборке ранних зерновых культур. Одним из первых выпустил комбайны в поля колхоз имени Горина. Вячеслав Гладков встретился с аграриями. Узнал, как продвигается работа, нужна ли помощь и какие прогнозы по урожайности. Запечатлела работу отечественной техники в полях и наша съемочная группа. Глеб Дудкин с подробностями. В колхозе имени Горина стартовала уборка ранних зерновых культур. Отечественный Акрос способен обработать до 30 гектаров в день. Сейчас поля утюжат 22 комбайна. К вечеру они отгрузят на склад до 2000 тонн зерна. Полностью завершить уборочную планируют за 21 день максимум. С уборкой 6500 гектаров озимых проблем возникнуть не должно. Но все машины на ходу. Санкции не почувствовали, рассказал главный агроном. Техника российского производства и каких-то проблем мы не ощутили вообще. Вся техника, которая у нас есть, она отремонтирована и готова к уборке. На запчасти их поставляются, директорские центры работают. То есть проблем, я думаю, даже в уборочной у нас не будет. Убедиться в том, что уборочная кампания пройдет по плану, приехал губернатор Вячеслав Гладков. Ну как, с вашей точки зрения, как урожай в этом году? Ну рассчитываем лучше прошлого года быть. О том, что этот сезон должен стать более плодородным, можно судить по погоде. В прошлом году у нас с осадками были вообще большие проблемы. То есть практически на уровне засухи мы были. То в этом году благоприятная была весна. Сегодня уже так, исходя из того, что установилась такая жара, все пробуют, смотрят и определяются уже со сроками. Но в целом, восьмое-десятое, начнем массовый убор. Лето – пожароопасный период. Помочь сберечь урожай аграриям помогают добровольные пожарные дружины. В этом году принимал решение, дополнительные деньги выделяли на обеспечение техническими средствами добровольных пожарных дружин. Почему их тренировали? Ну для того, чтобы вам помочь. Да, они все равно звонили, спрашивали, какие размещения по зерновым. Карты мы им дали, то есть работа уже здесь. Говорить о результатах в тоннах пока рано. Да и не любят аграрии загадывать. Зерно нужно считать, когда оно в закромах. Глеб Дудкин, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогория. Льготное образование для мам, награды для отцов и занятость их детей. Сегодня в преддверии Дня семьи, любви и верности многодетные родители встретились с Вячеславом Гладковым. Приехали представители всех 22 муниципалитетов. Поговорить о важных вопросах для их семей они предложили главе региона месяц назад, во время его ежегодного отчета о работе регионального правительства. Как прошла беседа в сюжете. Многодетные родители региона давно ждали встречи с губернатором. Вопросов накопилось немало. Семья из Алексеевского округа подготовила целый проект с предложениями. Как, по их мнению, можно улучшить образование в начальной школе. В частности, переход на зачетную систему по неосновным предметам. Такое предложение, вот, ИЗО, музыка и физкультура. Очень часто дети, ну, талантливые, но не занимаются физкультурой или не умеют рисовать. И оценка, как бы, их портит и лишает мотивации, да, может перейти там на зачеты. Говорили и о навыках будущего. С прошлого учебного года школьники начальных классов начали получать цифровые компетенции. Для учебных учреждений закупили тысячи гаджетов. Задача проекта — подготовить ребят к специальностям, которые будут востребованы. Ранее профобразование для родителей очень важно. Понять, что интересно детям, помогает в том числе белгородский мастер-славль. Недавно появилась информация, что его закроют. Согласно твоим проектом, можете хранить. А дети как его любят? Они же нам не простят, Вячеслава. Бизнес у детский город-мастеров стал приносить убытки, но власти видят, что спросу место есть. Планируют мастер-славль выкупить и изменить. Каким он будет, идут дискуссии. Но Вячеслав Гладков подчеркнул, интересны профессии будущего. Сейчас над обновлённым проектом работают в том числе мэр Белгорода и министр образования области. Мне кажется, что этот проект, он должен быть. Он должен быть. Почему? Потому что нужно заниматься ранней мотивацией у детей с точки зрения профориентации. На встрече многодетных родителей говорили и о возможности получения льготного первого высшего образования для мам, которые не успели его окончить или не получили, о земельных сертификатах, грантах. Но один из главных вопросов – принятие на уровне региона единого статуса многодетных семей. Это позволит пользоваться льготами на платные услуги. Например, музеями, бассейнами, фитнес-залами. Многодетная семья на территории муниципалитета, то, что касается представления муниципальных услуг, всё должно быть бесплатным. Вячеслав Гладков – сам многодетный отец. Считает, что важно поддерживать большие семьи. Напомним, одно из решений губернатора – выплата 50 тысяч при рождении пятого ребёнка. Эти деньги мамы получают с июня этого года. Предложение, которое озвучили родители сегодня, глава региона Вячеслав Гладко попросил детально проработать до августа. Тогда запланировали вторую встречу. Самые важные идеи реализуют в следующем году. Екатерина Ковалёва, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорье. Закрыть тепловой контур в пострадавших от обстрела со стороны Украины домах планируется к пятнице. Это первый важный этап работ. Такую информацию в конце этого дня озвучил заместитель губернатора Константин Полежаев. По результатам поквартирного обхода выяснилось, что повреждено 28 многоэтажек. По ИЖС количество остаётся прежним – 65 домов. Заводят стройматериал для их ремонта. А на месте аварийных объектов бригады приступили к расчистке участков. Подробнее обо всём Наталья Войтенко. Мы находимся на улице Маяковского. Видно, как за моей спиной активно работает техника. Убирают те дома, которые были полностью разрушены. Вот этот под номером 21 тоже под снос. Хозяйка, которая в момент удара находилась дома вместе с супругом, говорит – уцелели чудом. Ольге Емельяновой этот дом достался в наследство от родителей. Здесь прошло и всё её детство. Теперь он под снос. Ту страшную ночь, когда всё случилось, помнит в деталях. Всё повылетало нам, дорогу перегородило. Конечно, очень хорошо помогла Росгвардия. Дверь заклинила, если бы нам, мы бы не выбрались. Соседи, которых уже снесли, там дом горел. А наш, ну, там, взрывной волной, всё разрушено. То есть, ну, он, видите, пробитой крышей, всё там. Ольга говорит, самое главное – живы. Остальное – дело времени. Даже не ожидала, что помощь придёт так быстро. Буквально сразу после ЧП. Нам предложили переселение. Но так как у нас есть родственники, нам было куда переселиться. Ну, то есть мы поэтому от этого отказались. Каждый день к нам приходят, спрашивают, что нужно. Вот мы сейчас пришли в управу, попросили, нам нужно газель для перевозки вещей. Мы же не знали, что нам придётся уезжать. Вот сейчас нам сказали, через какое-то время машина подойдёт, мы вещи собираем. Прямо на месте для жителей пострадавших домов и квартир власти развернули информационный центр, куда можно сообщить о полученном ущербе. Работает он с 8 утра и до 10 вечера. За каждой многоэтажкой и домами частного сектора закрепили ответственных. Руководитель информцентра Ольга Бирюкова рассказывает, сегодня посетителей было несколько больше, чем вчера. Люди отходят от стресса и всё больше и больше. Там начинают обследовать свои помещения жилые. Естественно, появляется больше вопросов. Приходят сюда, обозначают, всё это фиксируется, придается дальше. Район постепенно начинает возвращаться к прежней жизни. Одни бригады помогают вывозить мусор, другие занимаются разгрузкой стройматериалов, третьи уже приступили к восстановлению разрушений. Всего повреждено 28 многоэтажек и в общей сложности порядка 450 квартир. Анастасия с семьёй живёт в 18-м доме по улице Маяковского. У них больше всего пострадала комната, где в это время спали двое детей. На них не осколочек, как будто кто-то их укрыл. Они никогда не укрывались одеялами, они были укрыты и все лежали по за стеночкой. Это вот просто чудо. У меня, получается, полностью нет окна в детской комнате, разбит детский стол, потому что осколок отрикошетил и спалил полностью, ну, прошёл дырку в ковре. Балконное окно, оно было открыто, поэтому второе только створка вот с петель сорвало. Девушка говорит, многие были удивлены, что работы по восстановлению начали практически сразу после происшествия. Бригады уже почти вывезли разбитые окна и вставляют новые. Монтажники трудятся с раннего утра и до вечера. Сейчас вот мужчины закончат, поднимутся ко мне, застеклять комнату пока детскую сначала. Балкон ещё вот должны допоставить. Большое им спасибо, это очень-очень большой труд. Многие окна пришлось делать по индивидуальным замерам. Чтобы узнать, как в такие короткие сроки удалось выполнить заказ, мы отправились на один из белгородских заводов. Начальник цеха Сергей Струков поясняет, в качестве продукции сомневаться не стоит. Компания входит в десятку крупнейших российских производителей пластиковых окон. Благодаря автоматизированному процессу, квалифицированным сотрудникам и тщательному контролю брак исключён. Мы оперативно отреагировали на это всё, чтобы вы понимали, у нас срок изготовления три рабочих дня. А в виде исключения мы, понятное дело, мы за один день изготовили эти окна. И окна уже сегодня, уже отправились первым людям, да. Так что мы очень переживаем за эту ситуацию. В пострадавших домах работы проводят поэтапно. В первую очередь важно закрыть степловой контур. Вчера заменили 200 повреждённых окон. Столько же запланировано установить и сегодня. Подрядчики практически укомплектованы в полном объёме материалами. Производится завоз и сразу одновременно монтаж. Подрядчики сегодня получили аванс на производство работ. Поэтому нет проблем никаких ни с финансовым обеспечением этих объектов, ни с материальным обеспечением. По словам Константина Полежаева, заменить окна и застеклённые балконы планируют к пятнице. Дальше бригады приступят к установке межкомнатных дверей, отделке стен и потолков. Наталья Войтенко, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Над улучшением качества лечения работают и в Белгородском онкодиспансере. Уже несколько лет у пациентов наблюдается положительная динамика. Увеличилась продолжительность жизни. В рамках нацпроекта здравоохранения медицинское учреждение занимается переоснащением, меняет методики, чтобы помогать на уровне федеральных центров и соответствовать международным стандартам. Благодаря скрупулезной работе специалистов в этом году онкодиспансер получил сертификат качества и попал на аллею трудовой славы. Екатерина Ковалева продолжит. Это современная и эффективная работа с опухолями. Два года назад онкологический диспансер начал использовать линейные ускорители для лучевой терапии нового поколения. Они помогли сотням пациентам региона пережить процедуру с минимальными рисками осложнений и с максимальным результатом. Умная программа точно высчитывает центр новообразования и работает только с ним. Максимально высокие дозы ионизирующего излучения к опухоли, максимально щадя окружающие ткани. То есть это облучение с миллиметровой точностью. За счёт этого, конечно, мы видим и эффект положительный, лечебный. Помощь в белгородском онкологическом диспансере на уровне федеральных центров. Благодаря государственной программе здравоохранения здесь современное высокотехнологичное медицинское оборудование. А эффект от внедрения новых методик – увеличение продолжительности жизни с онкозаболеваниями. Справляются даже со сложными случаями. Пациент приходит неоперабельный. Мы начинаем с лекарственной терапии или с лекарственной терапии в сочетании с лучевой терапией. Опухоль уменьшается, а во многих случаях, особенно при раке молочной железы, приходится ставить специальные метки в опухоль. Потому что хирурги уже не видят её. Достигается полный регресс опухоли, но всё равно она подлежит удалению. Показатель смертности от онкологии в регионе ниже среднероссийского уровня. А выявляемость выше. И более чем в 60% удается найти патологию на ранних стадиях. Профилактика – совместная работа онкодиспансера с семейными врачами. Часто проводят и дни открытых дверей для консультации всех желающих. За простыми пигментными пятнами может скрываться меланома. Простой на вид аппарат дерматоскоп у специалистов используется рутинно. Увеличение до 20 раз. Раньше диагноз было установить сложнее. Особенностью диагностики меланомы является то, что её нельзя трогать. Если она целостная, её нельзя скабрить, чтобы не способствовать распространению клеток. И то есть точный диагноз устанавливался только на операции. Здесь дерматоскоп позволяет с достаточно большой точностью установить диагноз до операции. Благодаря комплексной работе и подходам к пациентам, белгородский онкодиспансер в этом году получил сертификат качества, что означает соответствие международному уровню оказания услуг. Специалисты продолжат работу над одной из главных задач нацпроекта здравоохранения. Увеличение продолжительности жизни. Признательность за их кропотливое дело на аллее трудовой славы. Екатерина Ковалёва и Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорья. Робототехники, энергетики, разработчики программ и метрологи. 240 выпускников Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ имени Шухова получили диплом о высшем образовании. И для ребят это не просто корочка, а настоящая путевка в жизнь. Ведь большинство студентов Института устраиваются на работу после производственной практики. Почему в работе, которую мы считаем непонятной и скучной, они видят технократичное искусство? И что дал им университет, кроме знаний? С новыми квалифицированными IT-специалистами пообщалась Анна Свидовская. Влад Тилипкин, выпускник технологического университета, уже год работает в IT-сфере. Проектирует, разрабатывает программы банковского обслуживания, системы автоматизации планирования транспортных сетей. Парень уверен, его дело – истинное технократичное искусство. Когда ты приходишь на работу, и там уже есть какой-то готовый проект, ты видишь чужой код, можешь его читать, знакомиться и как-то менять. То есть ты получаешь готовое произведение по факту искусства, и ты можешь его изменять на свой вкус, дорабатывать, совершенствовать. То есть программа развивается. Вот это самая захватывающая моя профессия. Четыре года назад поступил в Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ имени Шухова. Всего 12 направлений. Влад выбрал программную инженерию. После каждого курса практика в одной из 12 транснациональных корпораций предприятий региона. Есть возможность поехать и в другие города России, например, Норильск или Зеленоград. Веб-разработка, компьютерная графика, базы данных, программирование, алгоритмизация, бэкэнд и системы искусственного интеллекта. Технологи дают базовые навыки. Все наши специальности, которые мы выпускаем, они чрезвычайно информационно насыщенные. То есть и в энергетике, и в специальностях, связанных с автоматикой, изучается и программирование, и информационные технологии. Причем в очень большом дипозоне. Поэтому вот те, кто хочет получить на сегодняшний день востребованную специальность при практически стопроцентной трудоустройстве, вот мы советуем поступать именно в наши институты. Выпускаются из технолога уже состоявшиеся профессионалы. Энергетики и разработчики программ, робототехники, специалисты по метрологии и сертификации продуктов, лауреаты премии Шухова, победители и призеры престижных международных конкурсов и Олимпиад. В этом году дипломы получили 240 выпускников. Из них 40 – красные. Спасибо за предоставленную возможность прийти в производственную практику в перспективной машиностроительной компании. Это бесценный опыт, который 100% пригодится мне в дальнейшей моей жизни, в дальнейшей моей работе. Поэтому я благодарен институту. Я благодарен университету за возможность не только погрузиться в учебу, но и в студенческую активную жизнь, ездить на разные форумы, фестивали. Мне нравится здесь. Я получу много знаний и много друзей. Я благодарна университету за то, что он мне помог выбрать правильный жизненный путь. Эти пташки закончили обучение и вылетели из гнезда не только опытными специалистами, но и сформировавшимися личностями. А их альмаматор ждет новых абитуриентов. В этом году Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем примет 500 человек. Из них 350 на бюджет. Документы можно подать до 25 июля. Анна Свидовская, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорья. Разгар лета. Практически каждый день температура в Белгородской области держится около 30 градусов. В такую погоду люди все чаще выбираются к водоемам. В этом году в регионе оборудовали более 120 пляжей. Наша съемочная группа посетила 4. Все ли они похожи или, может, одни больше подойдут для детей, а другие для молодежного отдыха, знает Светлана Гмыря. Молодец! Молодец! Понравилось? Давай еще раз. Пожалуй, это идеальный пляж для детей. Плавный заход, песок, а самое главное, что за ребятами здесь присматривают. Не только спасатели, а еще и специалисты по плаванию. На левом берегу Везелки каждую субботу и воскресенье собирается немало людей. Но особенно это место привлекает мамы с детьми. Здесь специалисты 2-й детско-юношеской спортивной школы обучают ребятишек главному. Как заходить в воду, как держаться на воде. Конечно, профессионально мы их за это время не научим. Но при том, если вдруг почувствуют, не устойчивое дно, или, допустим, водоросли в воде, или как, если устали плыть, отдохнуть на спине. Все эти подводящие упражнения и технику безопасности мы обучаем. 2-3 занятия ваш малыш уже может похвастаться неплохим успехом. Дочка занимается спортивным плаванием. Вот как бы она пришла сюда помогать деток обучать, да. А сын, к сожалению, не умеет плавать. Как тебе расскажи, ты уже научился их ему? Ну да, я могу плавать с досточкой и на спине, и на животе. Класс, не страшно тебе? Ну, нет. На пляже в наличии волейбольная площадка и пару спортивных снарядов для особо активных. Раздевалка и туалет также имеются. А вместо душа вот такой ручеек. На мой взгляд, здесь есть и минус. Это нерасчищенное от водорослей дно и грязь на пляже. Переместимся на центральный пляж в районе ЖД вокзала. Отдыхать здесь можно на обеих сторонах Северского Донца. Летом прошлого года на Левом берегу обустроили место для людей с ограниченными возможностями здоровья. Раздевалки, зонтики, шезлонги и плавательное кресло. Центральный пляж пользуется популярностью у белгородцев. Из плюсов доступность, контроль спасателей, раздевалки, душевые и биотуалеты. Из минусов нет холодной водички и моей любимой кукурузки. За безопасностью здесь следят особенно. Из всех пляжей, что мы посетили, центральный, единственный с душевыми кабинами. По мнению белгородцев, здесь не хватает шезлонгов и зонтиков для того, чтобы спрятаться от солнца. Но зато здесь можно научиться кататься на водных досках и лыжах. Активно отдохнуть можно и в масловой пристани. Здесь Северский Донец соединяется с Белгородским водохранилищем. Вода чистая, заход постепенный. Есть отдельная зона для детей. Белый рассыпчатый песок на всем пляже. Биотуалеты, раздевалки и детские горки. Есть и спасательный пост. А вот на обновленной набережной в Шибейкине можно не только отдохнуть у реки Нежигаль, но и прогуляться по парку. Выглядит все современно и уютно. Шезлонги, навесы, качели, детские горки, зоны активного отдыха, раздевалки и туалеты в наличии. Еще одна плюшка в виде современных развлечений. В аренду можно взять электросамокаты и доски для сапсерфинга. А по количеству людей с уверенностью можно сказать, что это место теперь одно из любимых у жителей. Подытожим. Левобережка подойдет для семей с детьми. Там их в игровой форме обучат правилам поведения на воде. В наличии туалет, раздевалка, шезлонги, волейбольная площадка, спасатели. Центральный, пожалуй, самый популярный в городе. Подойдет как для молодежи, так и для семейного отдыха. Есть туалет, раздевалки, душевые, адаптивный пляж, детские и спортивные площадки, Вейк-парк и спасатели. Пляж в Масловой пристани подойдет тем, кто хочет уединиться. Здесь детские горки, туалет, раздевалка и спасатели. Набережная в Шибекине точно понравится молодежи. А также тем, кто любит все удобства в одном месте. Светлана Гмырия, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорье. Теперь мы точно знаем, куда отправиться, чтобы насладиться отдыхом у воды. Но не стоит забывать, что июль – время опасного солнца. Когда индекс ультрафиолетового излучения превышает 8 единиц. При норме от 0 до 2. А столбик термометра поднимается выше отметки в 30 градусов. Кому сейчас лучше не выходить на улицу? Как обезопасить себя и своих близких? Что делать, если человек все-таки получил солнечный удар? На наши вопросы ответила врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Подобет. В зоне риска у нас пожилые люди, особенно те, у которых хронические заболевания, сердечно-сосудистые системы, сахарный диабет, другие какие-то заболевания бронхолегочной системы. Потому что кислорода становится меньше в атмосфере, когда у нас активное солнце. Ведь деревья меньше выделяют в этом случае, они закрывают поры, меньше выделяют кислорода, и, соответственно, кислорода становится меньше. Движение воздуха уменьшается, загазованность у нас повышается в этот момент. Те дети, которые находятся на грудном вскармине, то есть маленькие, до года, с ними я бы не рекомендовала гулять с 11 часов до 5 часов вечера, когда пик активности, прогулки совершать в утренние часы, когда прохладно. Взрослым то же самое. Вот вам стала, закружилась голова, стало плохо, позовите на помощь окружающих. Либо, если это пожилой человек и находится один, есть такая функция, как кнопка тревожная. Когда человек падает, она срабатывает молодым родственникам. Обратить на это внимание, просто приобрести для пожилого человека этот гаджет. Во-первых, чтобы избежать солнечного удара, нужно просто беречься от солнца. Обратить внимание обязательно, какая у вас одежда, в чем вы выходите на улицу. Должна быть свободная хлопчатая бумажная ткань, светлых тонов. Тогда меньше будет воздействия солнца на кожные покровы. Тонамка должна быть светлых тонов, должна быть свободная, чтобы голова тоже, так скажем, проветривалась, не плотное облегание было. На обувь обратите внимание. Обувь тоже имеет в этом случае значение. Ведь не обязательно она должна быть открытой, она должна быть легкой, не на высоком каблуке, потому что страдают сосуды во время жары. Но не забывайте про бутылочку с водой, потому что питьевой режим. Обязательно у нас происходит большая потеря жидкости в организме при такой жаре. И каждый градус прибавляет потерю. Учитывать это необходимо. Находясь на природе или возле водоема, вы должны знать простые правила. Загорать нужно в утренние часы, до 11 часов, после 16 часов тоже можно будет позагорать, когда солнце уже пошло на спад. И соблюдать питьевой режим обязательно. Даже если кажется, что вы на водоеме, и у нас потери жидкости нет. Но здесь в этом случае идет потеря жидкости как от повышенного движения. Вы же двигаетесь, плаваете. Обязательно нужно восполнять жидкость, но маленькими глотками. Небольшим объемом, а именно маленькими глотками, буквально как по столовой ложке, тогда всасывание жидкости происходит равномерно. Отказаться в этот момент необходимо от алкогольных напитков и пива. И на питание, обратите внимание, ведь шашлыки в этот момент противопоказаны. Да, жирная и вот такая тяжелая пища, она, то, что требует много энергии для ее переваривания, вызывает дополнительный разогрев организма. Должна быть легкая пища. Это фрукты, овощи, окрошка. Обратиться к тем блюдам, которые издревле наши предки употребляли. Тот, кто получил солнечный удар, он лежит без сознания, как правило, и человека нужно перенести в тень. Ему нужно расстегнуть, если у него здесь какой-то ворот рубашки, то есть доступ воздуха. Если есть какая-то жидкость, бутылочка с водой, которую я рекомендую настоятельно взять с собой, намочить виски, намочить те места, где проходят крупные сосуды. Это вот у нас на сгибателях, да, под коленками. Давление, как правило, в этот момент падает у человека, когда он падает в обморок, да, в присолнечном ударе. Постараться поддержать давление, поднять немножко нижний конец тела, тело, туловище, ноги чуть-чуть на 30 сантиметров от земли, то есть подложить, что-то скатать ему под ноги и вызвать скорую помощь. На этом все. В студии была Елизавета Врещагина. Еще больше важных и интересных новостей в телеграм-канале Мира Белогорья. Подписывайтесь и будьте с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok